Пока в Брянской области идет процесс по уголовному делу в отношении местного жителя, который по версии следствия более пяти лет незаконно держал у себя трех беркутов, краснокнижных птиц, мы приехали в Калугу в Центр реабилитации диких животных Феникс. Именно сюда для временной передержки и реабилитации и направили тех самых брянских беркутов. Правда, довезли не всех. Дело в том, что в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства в рамках проверки сообщения о преступлении о незаконном содержании краснокнижных птиц, беркутов необходимо было изъять у владельца. Сотрудники полиции птиц изъяли с участием представителя заповедника «Брянский лес». Наличие специальных познаний сотрудника заповедника позволяло организовать надлежащую транспортировку краснокнижных животных в Калугу. Однако соответствующие условия он не обеспечил. Одна птица умерла на пути в центр реабилитации Феникс от асфиксии, вторая уже в самом центре. Юрий, ну вы знаете, мы здесь из-за этого самого беркута, который в Калужскую область приехал с брянской земли. Пока наши коллеги разбираются, что же там на самом деле происходило, в каких условиях содержали птиц. Но, по крайней мере, абсолютно точно, беркут краснокнижная птица, без соответствующего разрешения ее содержать в неволе у частного лица не могли. Было изначально три особи. Во время транспортировки погибла одна птица и одна уже умерла здесь, в центре реабилитации. Я понимаю, что достаточно сложно делать какие-то выводы, поскольку не при вас, да, все это происходило. Но хотя бы предположить сейчас что-то вы можете, почему это произошло. Я могу сказать почти наверняка, что то, что произошло, это не по вине центра, потому что вы сами видите, какой здесь хороший уход, содержание. Вероника и Сергей такие специалисты, что выхаживают даже самых безнадежных осадей и птиц, и зверей. И я этому был свидетелем неоднократным. Поэтому то, что вы видите сейчас, единственная выжившая особь зеркута, в каком она хорошем состоянии, по оперению, по поведению, это заслуга Вероники и Сергея, их центра. То, что случилось, почему погибла вторая птица, вероятно, она уже прошла тот путь возврата, когда могла выжить после перевозки. Они должны помещаться в коробке просторной. Просторная членка, какой зазор должен быть. Да, чтобы в полный рост птица ни в каком не согнутом положении. Допустим, если айс, чтобы у него шея была полностью вытянута, чтобы хищная птица, чтобы нигде ее там не сдавливала. То, что одна птица доехала и как бы сразу практически умерла, да, это говорит о том, что все-таки или при транспортировке, либо в предшествующем периоде были допущены какие-то ошибки, которые привели к детальному сходу. Специалист, который не обеспечил необходимые условия для транспортировки птиц, уже привлечен к административной ответственности. Кроме того, природоохранный прокурор на допущенные нарушения указал в представлении, внесенном руководителю заповедника и начальнику отдела полиции. Также природоохранный прокурор Брянской области поддерживает сейчас в суде обвинение по факту незаконного содержания в неволе Беркутов. На сегодняшний день поставлен вопрос о привлечении Иванченкова именно к уголовной ответственности, поскольку Беркут внесен в список особо ценных диких птиц, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, за содержание которых предусмотрено уголовное ответственность. На стадии предварительного расследования подозреваемый Иванченков в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказался. Никаких версий относительно законности приобретения и содержания трех Беркутов им не высказывалось. Лишь после направления уголовного дела в суд Иванченковым в СССР заявлена версия о том, что одну обмороженную птицу ему 15 лет назад принесли охотники, вторую он через 8 лет приобрел в Дагестане по объявлению в сети интернет, третью ему принес местный полицейский, и он ее передал в московский зоопарк, а четвертую, 5 лет назад, он приобрел в частном зоопарке города-шахты Ростовской области. Травмированных птиц он содержал и лечил на протяжении всего этого времени. Органом дознания Иванченков обвинялся в незаконном содержании, уходе и кормлении трех особо ценных птиц, внесенных в Красную книгу Российской Федерации. В официальном комментарии к Уголовному кодексу под редакцией Верховного суда Российской Федерации указано, что содержание образует действия по уходу за животным, его кормлению и лечению. Если к человеку попали краснокнижные животные, он в обязательном порядке должен обратиться в Росприроднадзор по месту жительства для получения необходимых разрешений, на их оборот, содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обретания. При наличии информации о фактах продажи краснокнижных животных гражданинам следует обратиться в органы полиции или Росприроднадзора. Но Владимир Иванченков почему-то в соответствующие органы не обращался, никогда становился свидетелем жестокого обращения с животными, никогда находил объявление о продаже краснокнижных птиц без документов, ни за разрешениями на обороты содержания животных для своих нужд. За получением разрешения или распорядительной лицензии на обороты животных, принадлежащих видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, гражданин Иванченков в Управление Росприроднадзора по Брянской области не обращался. Заявления о выдаче таких разрешений от гражданина Иванченкова в адрес управления не поступали. По вопросу передачи птиц вида Беркут, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, на содержание в специализированные учреждения, в Управление Росприроднадзора по Брянской области гражданин Иванченков не обращался. Как было ранее сказано, законный оборот диких животных, принадлежащих видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, допускается в строгом соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 156 от 19 февраля 1996 года. Таким образом, еще до того, как у гражданина появилась дикая животная, принадлежащая к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, ему необходимо в установленном порядке получить разрешение на оборот диких животных, принадлежащих видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. В противном случае все действия, связанные с оборотом таких животных, будут противозаконны. Правда, зоозащитники, поддерживающие Иванченкова, говорят, что разрешение Росприроднадзора получить не так просто. Ссылается на некую бюрократию и якобы беспочвенные причины отказа. Животные птицы вымирают. Если мы сейчас повсеместно, допустим, их содержание, пусть даже из благих целей, но без какой-то регламентации, без какого-то учета, то это будет поставлено на поток и будет игнорироваться попросту закон. Как вы считаете, здесь, по крайней мере, может быть, что-то посоветуете людям, которые занимаются этим делом спасения на животных, но что же так просто, сложно получить разрешение и пересмотреть закон? От 2013 года, начнем с того распоряжения, которое было показано книжникам, от 2013 года, где поставлена вилка. То есть, оказываешь помощь, виноват. Не оказываешь помощь, прошел мимо пострадавшего животного, краснокнижного, тоже виноват. Ну а чем же виноват? Уведомить соответствующий контролирующий орган о том, что обнаружено животное? Обнаружено животное. Пишем заявление в Росприроднадзор. В Росприроднадзор 30 дней рассматривает это заявление. Не факт, что они дадут разрешение. У нас все, кто подавал прошение о разрешении, большинство не получили этих разрешений под разными предлогами. А вот что говорят по этому поводу представители Росприроднадзора. Животные, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, являются редкими или находящимися под угрозой исчезновения. Поэтому для получения разрешения наоборот таких животных заявителям представляются особые требования по условиям их содержания. Возможно, сложность получения такого разрешения связана с тем, что заявителю вместе с заявлением необходимо представить материалы об имеющихся условиях содержания диких животных, в которых должно быть описание условий содержания, включая перечень оборудования, сведения об обеспечении кормами, ветеринарном обслуживании, мерах безопасности обслуживающего персонала и самих животных, а также получить заключение о допустимости осуществления пользования заявленными видами диких животных от Всероссийского научного исследовательского института охраны природы и территориального органа Росприроднадзора, а при необходимости иных компетентных организаций. Возможно, эти меры и усложняют получение распорядительной лицензии наоборот диких животных, но для сохранения этих животных и безопасности самих людей они необходимы. Полученная в установленном порядке разрешение или распорядительная лицензия дает гражданину или юридическому лицу право наоборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, то есть совершение законных действий по добыче, содержанию, приобретению, хранению, перевозке, пересылке и продаже особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также их частей и производных. Основаниями для отказа в выдаче разрешения наоборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, могут служить следующие обстоятельства. Если в ходе рассмотрения заявления будет установлен неполный состав сведений, указанных в заявлении, несоответствие указанного в заявлении вида пользования животным миром, предполагаемого срока пользования дикими животными, либо несоответствие условий содержания, изымаемых из естественной природной среды обитания диких животных, требованиям в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, а также в случае обнаружения недостоверных данных в предоставленных документах. Согласитесь, здесь не поспоришь. Закон не запрещает ни содержание, ни продажу краснокнижников. Но все должно быть строго регламентировано. Почему против закона решил пойти Владимир Иванченков из Брянской области, а теперь отказывается это объяснять и давать показания, пользуясь своим конституционным правом, предстоит разобраться с судом. Вчера, 12 марта, в Брасовском мировом суде состоялось первое заседание по этому делу. Житель Брасовского района Брянской области 1961 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное содержание диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации. Суд вызван орнитолог, также будет допрошен представитель Росгвардии относительно трех охотничьих ружей, которые также были обнаружены у подсудимого Иванченкова. Планируется допрос представителей областного общества охотников о членстве Иванченкова в их сообществе с 2011 года. А вот этот беркут в дикую природу уже никогда не вернется, слишком травмирован. Останется он с прежним хозяином в Центре реабилитации Феникс или в каком-то другом специализированном учреждении, будет определено после судебного решения. Конечно, спасение диких животных не должно ассоциироваться с поговоркой «от добра добра не ищут», но в любом случае мы призываем вас руководствоваться федеральным законом и законом природы, который, как известно, надо уважать. Это была рубрика «Чистая среда».